добрый день дорогие друзья очередной обзорчик начнем вот с этой тюрины красивая рисунок такой весенне-летний тяжелая поэтому я ее только подвинула немножко вам показываю виллеройн бог то ли это новенький потому что здесь что-то другое раньше стояло то ли тот же самый откуда-то достали не знаю подсвечник красивый думаю что он винтажный тяжелостенький 850 стоит лампа такая ваза белая этот такой это не камень а это морская роза она где-то в океанах растет наверное тарелочка поход походу такая как я думаю я не думаю что подставочка это на стенку вешать мои любимые чайные пары кофейные фюрстенберг розовая она на самом деле намного розове чем смотрится по телефону на что когда я снимаю мебель поставили недавно стоит еще я всегда удивляюсь как они оттуда это выносит там столько заставлено все надо же как-то по верху или что-то освободить картины всякие разные современные винтажные зеркала вот эти чашечки красивые такие форма замечательная 6 евро стоит но почему-то я блюдец блюдцев не видела может они где-то отдельно стояли я особо и не искала вот эти белые они давно стоят они дорогие но я не стала поднимать они конечно наверное чита значимой фирмы какой-нибудь но вот это тоже недавно появилась красивые сервис главный в комплект все входит и кофейник и чашечки блюдечки и и блюдо и подсвечник и в общем всякое разные красивый а мой любимый шкаф стоит блюдо такой с кобальтом из кобальтовым рисунком сам шкаф красивые наверху лампа замечательная подставка стеклянная или хрустальная может быть шкаф стоит двести десять рублей но не шкаф это витрина извиняюсь в него бы много вошло если бы я его купила но он мне не подходит велероин бог так и такой у меня есть а вот блюда удлиненного нету но мэйсон это как визитная карточка тысяча сто пятьдесят но он красивый у нее он блестит этот фарфоров на нем столько золота и верху и на юбочке на ручках и на пимпочках но везде но вот сегодня досконально посмотрела вот этот сервиз бело-голубой рисунок блюдо кофейник или чайник большой лима и маленький не знаем большой может это кофейник но нет скорее всего чайник пузатый такой чашечки комплектов ну вот не посчитал на мне такое сложилось такое мнение что тут не все там они на рассоединили два вместе сливочник рисунок конечно красивые когда ближе смотришь вроде он такой простенький рисунок но когда мимо него проходишь эта голубизна так бросается у глаза вот и сахарницы и подставочки под яйцам красивый но стоит давненько столов очень много посуды везде полно а еще одну вещь нашла вот она такая шкатулочка с ландышами рисунок такой в коробочке упакованные новое похоже и я потом пошла спрашивать сколько она стоит там наклеечка была а стоит 65 евро дорого конечно но красоткам открыты не конфетки лежат на рисунке а тут для пасхи все а вот это тоже шкатулочка за этим вот эти прикольные зайцы рядом сидят ну на полу стояла корзинка с текстилем скотерочки вышитые красиво цветочки где-то зайчики где-то птенчики я их показываю разглядываю но не редко покупаю конечно вот видите два зайца потому что у меня их уже много вот эти три белых кофейника они давно стоят но вот этот уголок извиняюсь там где все дешево эти два евро такие два блюда небольшие они но и не знаю в них просто наверное нарезку делать какую-то можно симпатичные у меня тут руки не доходит все перебрать только сверху показывать это блюдо тоже очень красивые оно такое нежные глянцевые рисунок такой мелкий но очень приятно смотрится вот этот цвет сам такой вкусный цвет как сливочное масло ну а тут эти блюдечка всякие разные тут вот эти я увидела столько на нем золото качественно красиво сделано это золото потом пошла дальше нашла еще большие получилось так что это наверное по идее должны быть троечки но эти чашечки может найдутся еще когда другие ящики распакуют это то новенькая появилась буду наблюдать чувство охотника увидеть вот это два евро стоит она очень подходит к тому блюду даю но только без цветочков чашечка одна осталась это винтер лень розочка внутри золото внутри красивая форма вот эта вазочка под салат тоже очень красивая но тяжелая вот этот кобальтовый сервис там углу вправо он еще стоит стоит 17 евро а вот появились две рыбки керамические наверно длинная и короткая это тоже новенькая а тут для любителей выпечки и под хлеб и металлические и керамические маленькая вот и под такую не знаю как называется пасочку наверно лика белые вот формы до очень люблю ходить гулять по этому магазину тут и стиральные машинки и сушилки но конечно бы уж не это понятно ну когда очень надо почему не купить по дешевке да вот это стройняшка такая не знаю цены нет и вот а я ее крутил и вертел и думал пойду-ка я спрошу пока я дошла попутно снимали забыла про нее но и купят конечно и и купят а вот это ваза их было больше там еще где-то были вас на их уже нет то или может я их не нашла но в общем люди все равно всегда там есть немного но если люди одни приходят другие уходят замечательный магазин вот эту показываю каждый раз она маленькая кобальтовой золотом и рисуночек отделаны но еще не куплено я думаю каждый человек который заходит туда обязательно что-то для себя выберет но вот эта красотка чайнушка давно стоит эти верху стоит 7 евро а внизу я думала это одно евро думаю ну не может быть спросила нет горит всем чайник а этот угол тут чего только нет открывашки всякие разные главное морковку чистить вилки ножики а есть в упаковочках вещи примерно сейчас покажу о может другом ролике вот это современные собачка детская посуда пока уточка это тоже современные я думаю 1 евро стоит а вон тарелка стоит по тортнице глаз плата крутить показывать покупки у меня тоже есть я тоже пользовалась одно время сумме и убрала на мне как-то мешает на столе но я ее опять достану потому что все равно наверно красивее смотрю а я кажется заканчиваю ролик спасибо вам за просмотр и всего вам доброго пока пока до следующих встреч вот это стекло медовое красивое но и не дешевое я так и не поняла чье она но как солнышко смотрится будто солнце светит с видом какого-то города мне очень кажется что это да не она не могу точно сказать получила колоссальное удовольствие по богов этом магазине кое-что приобрела в следующем ролике покажу будьте счастливы заходите смотрите наслаждайтесь встречаем весну сейчас все уже начинает помаленьку цвести у нас появились эти крокусы потом еще какие-то цветочки и так потихоньку придем опять к лету пока пока